Капитан Толятинской команды «Жемчужина» по синхронному фигурному катанию Алсуха Лилулова пришла на первую тренировку в 4 года. С тех пор она режет лед коньками на соревнованиях разного уровня, от первенства Самарской области до чемпионата России. На этот раз ее команда пятая на третьем этапе Кубка страны. Ощущения самые замечательные. Мы испытали много новых эмоций, попытались передать судьям свою любовь, ведь у нас программа о любви, нежности, отношении двух людей влюбленных. А вот ведущий коллектив Самарской области с ярким названием «Команда мечты» на пьедестал почета смогли попасть. Уступили они лишь лидерам российского синхронного фигурного катания, участникам чемпионата мира, спортсменкам юности из Екатеринбурга и москвичкам из Ледяного кристалла. Это было первое выступление после долгого перерыва и мы рады, что все получилось. То, что запланировали, мы все сделали. В Толецинском дворце «Спорт» и «Волгария» одновременно прошли три турнира. Кубок России, Поволжье, а также первенство Самарской области. За медали катались 30 команд. В каждые по 20 спортсменок от разрядниц до мастеров спорта. Мы очень рады, что получилось в период такой сложной пандемии. Все-таки все команды смогли мобилизоваться, показав причем самые хорошие результаты. Катаются все очень вдохновенно. Жалко, единственное, что, конечно, мы ограничены зрительскими трибунами. Но я думаю, что у нас здесь идет колоссальная трансляция онлайн. Самарская область на соревнованиях по синхронному фигурному катанию выставила шесть команд. Три из них – Тольяттинские. Это стало возможно благодаря спортивным традициям и крытым каткам, которые регулярно возводятся в губернии. Так, две недели назад заработал ФОК в Южном городе. Готовится к открытию ледовой арены в Похвестнево по нацпроекту «Демография». По мнению экспертов, это позволит привлечь в фигурное катание еще больше детей. Мэриил Чан, Сергей Кизоркин. События.